Говорил проповедь. Вообще... Слава Богу! А подвязь с ним где у Вас? Там оно, это, все, все вытащили. У Вас же хиротесия, да? Да, я чтец. И поэтому у меня епископ положил для проповедей. У меня каждую неделю было 4-8 проповедей храмов. Это все отображено там. Конкретно на каждый сегодняшний день. А пришли игумены, может быть, вы знаете, сахара. Вот. Ну и у него там были тоже А отец Леанна сказал. Кто-то проскочил. Давай звоните, пока в февере встречаем сегодня. Все ждали. Так, пойдемте напротив храма еще. Последний шаг. Здесь будет темно, темный снимок. Снимок не получится. Не получится? Я уже проверял. Вот так, оставь. Ну давай так. А почему? Солнце бьет, снимок. А-а-а. Солнце. Все, мы закончили третье путешествие. Первое было на Байкал, второе на Москву. У вас прям как у апостола Павла. Уже четвертое скоро будет. Четвертое нового апостола Павла закончилось. Мы сейчас ведь не погибли в третьем. Такой несчастный случай был. Просто секунда буквально одна и погибли. Серьезно? Господь сказал, шофер сделался плохо и машина пошла в певет. А вокруг-то это и едешь и какие-то. А батюшки встречают, которые знают, вы видели. Народ может пробудиться. Вот я начальник детского лагеря. Основатель. 40 лет. Без помощи государства ни копейки. Тысячи детей подняли. Я говорю, начните делать. Вопрос детской беспризорности в стране решается в течение одного года. Сейчас говорят, в храме Христа Спасители плясали. Там ноги поднимали. Мне отовсюду звонят. От Португалии до Австралии. Что делать? Я говорю, делается не то, что надо. Их сажать нельзя. Весь народ сейчас на их сторону валится и валится. А что сделать? Большой замок купить. Храм закрыть. Храм осквернен. Будем молиться три месяца на патриархи все и весь народ обратиться сердцами к тем, которые обижены. Понимаете? У нас выхода нет. Это Писание так говорит. С Павлом увидели, зашел Трофим и храм закрыли. Это всегда было так. Сердце народа, какое бы оно ни было не испорчено, оно имеет внутри себя сострадание к угнетенному, к обиженному. А сегодня разное невзоро. Всех лимах церковь патриарх призывает к стоянию. Обстановку невозможно переломить. Я знаю, как переломить. Это слезы и молитвы, как Трофим говорит. И всех добродетельно и высшая молитва. И мы поставили задачу семикратно в день становиться на молитву. Вот там успели на литургии побыли, здесь на вечерней. Сегодня нам нужно срочно в убийство и уходим домой. Команда каждый раз, кто-то меняется, шоферы и прочее. Ну а я в каждом. Мы прошли 56 сел, занося в каждый дом Евангелие. А кто приходит, тем Новый Завет. Люди не знают Бога. Ну и которые уже ищут, что их тогда отправляем к епископу Максиму, чтобы хоть часовенька была. Люди не отпеты и умирают. А много жаждущих. Ну и епископ Максим здесь уже понимает. Патриарх Кирилл непрерывно говорит священникам, меняйте тактику. Вот он вернулся с Дальнего Востока, патриарх Кирилл, и говорит, духовное состояние-церкви развалены. Если патриарх говорит, что это духовное развалено, так мы добавим, ему показали не худшее. А где мы ездим? Там пепелище. Там скотомогильник. Там смерть. Одна смерть царствует. Все запито. 17 тысяч сел разрушено. Мы взяли землю, начинаем обрабатывать. Школа, храм на свои средства. Нам не надо сотни лет. В один год можно все восстановить. Но для этого, как патриарх Алексеев II говорил, отучили молиться, отучили трудиться. Вернуться к истокам. Вот начальник лагеря. У нас подъем в детском лагере в 5 утра. Найди такой лагерь. Начинается чтение молитвы. Побежаться по росе, искупаться. Катаются на лошади. Все должны уметь делать. Это наши дети. Вот любого. Мобильный телефон. Я спрашиваю учителей в полном залпе. Кто изобрел? Не один. У меня дети. Мартин Купер. Они все знают. Кто губернатор? Карлин Александр Богданович. Кто изобрел интернет? Все знают. Тим Бернесли, Тимофей. И мы молимся. Обрати их, Господи. Что мы входим в сокровища других. Кто-то изобрел одежду. Сердца людей должны одеться в благодарность. Это вторая ступень молитвы. Первая – это просительная. Вторая – это благодарность. И третье – ангельское словословие. Суть православия именно в словословии. Литургия возвышает человека до архангельского чина. Иже Херувима. Людям все это надо рассказывать и говорить. Они не знают. И как новая душа, которая обращается, высшего счастья нет, говорит, ангелы на небе радуются. И мы поехали с единственной целью людям показать образ Христа. А уж на сколько как. Потому что сеющий, поливающий ничто – все Бог возвращающий. Мы стремились. Мы вошли в труд. Сейчас я показываю, сколько библиотек. Огромные библиотеки. Как Тюменская. Там аэродромы целые. Четыре этажа. И впервые люди с этим соприкасаются. Вот это подворье патриарши. А как они приняли? Это неужели это у нас? Ну и везде этому дальше. Так. Так. Так.